Главный врач национальной сборной России, Эдуард Николаевич Безуглов, по традиции отвечает на наши оперативные вопросы на каждом сборе. Эдуард Николаевич, первый вопрос следующим образом звучит. Чем отличаются условия работы на нынешнем сборе, например, в отличие от сентябрьских и октябрьских? Наверняка какие-то корректировки присутствуют в работе медицинского штаба? Ну, корректировки, несомненно, есть. Связано с тем, что осень – это всегда традиционный пик повышения уровня вирусных инфекций. Учитывая ситуацию с коронавирусом, понятно, мы вдвойне насторожены, потому что какие-то симптомы могут быть у многих людей, не связаны с коронавирусом, тем не менее осторожность присутствует. Поэтому на этом сборе меры, и без того жесткие, еще более ужесточили, минимизировали, например, выезды за территорию базы, контакты между проживающими на базе. То есть создали такой своеобразный пузырь. Он был и раньше, но сейчас все еще более жестко. Тестирования и раньше проводились регулярно, сейчас они проводятся практически ежедневно. Сегодня было тестирование, вчера было тестирование, входное тестирование было. Слава Богу, пока все хорошо, пока никаких проблем нет. Но и самое главное, мы концентрацию будем сохранять до конца. У нас три выезда, три перелета, и это тоже накладывает определенный отпечаток. Но я думаю, что с помощью дисциплины и ребят сможем проблемы эти решить. Изучает ли тренерский и медицинский штаб ситуацию в тех странах, куда нам приходится, придется полететь? Вот в связи с этим есть какие-то нюансы? Да, несомненно. Генеральный менеджер сборной Евгений Славин на связи находится с всеми федерациями. Из Молдовы, из Турции, Сербии. Мы знаем все их внутренние правила, понимаем те неожиданности, которые могут быть в случае появления инфицированных на территории этих стран. Но опять же находимся в плотном хорошем контакте и готовы ко всем неожиданностям. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация, что никто исключить не может. Статистика по европейским сборным по сборам в октябре и сентябре показывает, что практически 100 случаев инфицированных было в национальных сборных командах. И, как показывает практика, даже самые строгие меры не позволяют стучить выявления инфицированных. Но мы стараемся их минимизировать, это число. Как раз на это направленная работа с федерациями стран, с которыми мы будем играть. Несколько слов по тем футболистам, которых у нас нет на сборе в связи с травмами, буквально по каждому. Антон Шунин, Игорь Смольников, Марио, они были в основном в списке, сейчас их нет. Какая у них ситуация, Эдуард Николаевич? У Антона Шунина коллеги из «Динамо» регулярно, как у всей команды, берут тесты. Помимо того, что прописано в программе, они чаще как раз это делают. Один из тестов был сомнительным, он был тут же изолирован. Здесь коллегам из «Динамо» за это большое спасибо. Была препрека теста, тест оказался отрицательным. Никаких у них сейчас справленных с здоровьем нет, коронавируса нет. Речь об острой сепаратурной вирусной инфекции. Я думаю, что в ближайшее время, как ситуация стабилизируется со здоровьем, приступит к тренировкам с командой. У Игоря Смольникова, к сожалению, повреждение в мульсане в бедра, потом тоже говорили. Повреждение, слава богу, относительно небольшое. Уверен, что тренинг в Министерстве штаба Роснодара уже в срок, где-то после окончания сбора, подойдет Игорь к работе в общей группе. Но здесь, опять же, тяжело судить, потому что за динамикой следят врачи и команды. По Марио Фернандо ситуация похожа. Вы все травмы увидели в прямом эфире, в матче с Фейнордом. Повреждение тоже мышц, саня, с бедра. На наш взгляд, повреждение небольшое. Мы видели МРТ. Но тоже надеемся, что после окончания сбора национальной сборной, Марио приступит к тренировкам в команде. Как идет восстановление Александра Головина от Дмитрия Баринова? Ну, Дмитрий Баринов показывает пример профессионализма. Песоку некоторой даже самоотверженности. Регулярно все выполняет. Может, пашет уже в таком хорошем режиме. Ожидаем, что уже в декабре будет работать на поле. И успех сборов уже приступит к тренировкам с командой. В каком моменте тяжело судить. Но пока все идет у него хорошо. Но надо понимать, что пластика передней крестерной связки непростая операция. Загадывать надолго тяжело. Но пока все идет очень хорошо. По Саше Головину, слава богу, уже имеется устойчивая положительная динамика. Мы все время с ним на связи. И планируется, что после 20 ноября, может быть, после матча с Парисом Джермен, он приступит к тренировкам с командой. Опять в каком объеме пока судить нельзя. Но мы ожидаем, что до конца ноября Саша уже сыграет. Несколько вопросов от СМИ. Вопрос, в частности, например, по Юрию Жиркову. В 37 лет он в сборной и на ведущих ролях. Как это объясняется с медицинской точки зрения, на ваш взгляд? Я уже неоднократно об этом говорил. Это генетика, которая заключает в том, что у него уникальные скоростно-силовые показатели. Генетически детерминированные. Это генетические показатели, формирующие ускоренное восстановление. То есть после матча, он, кстати, как и Сергей Киношевич в свое время, у него уникальные показатели по восстановлению. Очень быстро восстанавливается. И отсутствие операции в молодости на крупных суставах. Ну и плюс Юрий любит футбол. Умеет в него играть. Вот эти, наверное, пять компонентов позволяют ему оставаться в топе и в 37 лет. И я уверен, что Юра и в следующем году будут играть спокойно и за свою команду, и за сборную команду. Три матча за девять дней предстоит провести сборной России. Какие-то, может быть, есть особенности в плане восстановления и перенесения нагрузок, которые выпадут на футболистов за такой срок? Ну, на самом деле, это не новость. Многие европейские команды, наши сборники в таком режиме уже играли. С июня, например, те ребята, которые играют в сборной, постоянно в клубах, играющие в рарикубках, сыграли уже больше 55 матчей. Это, конечно, для них очень такой жесткий график. Алгоритмы есть, ничего принципиально нового не придумывается, но те ряд мер, которые обычно применяются, просто применяются в более таком интенсивном режиме. Здесь больше требуется, наверное, дисциплина от ребят. Мы должны что-то им разъяснить, но за них это сделать мы не можем, при этом долго спать. Поэтому здесь мы делаем на этом акценты, качественный сон, хорошее восстановление сразу после тренировки, хорошее питание. То есть ребята на это спокойно идут. Здесь мы видим обратную связь, поэтому тоже проблем не ожидаем. К счастью, во время матчей сборных за последние сколько там уже месяца никаких проблем со здоровьем. Во время матчей не было, во время сборов не было. Надеемся, что и в ближайшее время их не будет. Есть ли понимание, уже четко наверняка анализируете ситуацию, как переболевшие коронавирусом затем входят уже в игру и форму набирают прежде всего? Действительно, у нас даже есть исследование, в котором приняли участие большинство врачей РПЛ, клубов РПЛ. Мы его даже опубликовали, в ближайшее время выйдя на английском языке, в хорошем журнале, престижном, зарубежном. Мы пронизировали более 100 случаев, 110 случаев инфицирования коронавирусом с мая по сентябрь. В половине случаев были симптомы. У каждого пятого футболиста была пневмония. Слава богу, все они были легкой степени. Но все ребята вернулись, все проходили дополнительное УМО, которое прописано в новом регламенте. То есть, несмотря на стандартные два УМО, приходят, например, в новую команду, обязательно нужно еще одно УМО. Для всех команд это было, для некоторых команд это было с сюрпризом. Все тщательно УМО проходили, никаких проблем с сердцем, легкими нет, с кровью нет. По тестам никто не выпадает. И даже те футболисты, у которых журналисты спад якобы в игре связывают с коронавирусом, никаких проблем с двигательной активностью в системе нет. Так что пока мы настроены в этом отношении позитивно, но вирус коварный. И случаи, когда были осложнения на сердце у футболистов в других лигах, в других странах, осложнения на легкие. Поэтому мы об этом помним и ни в коем случае бдительность не снижаем. И все ли футболисты здоровы, готовы из тех уже, кто сейчас работает на сборе? Ну, знаете, есть же классическое выражение. Если у футболиста ничего не болит, значит он уже умер. Всегда какие-то проблемки небольшие есть. Но опять же, такого слова у нас не существует проблема. Все тренируются в общей группе. Ни один футболист не находится в состоянии, скажем так, неопределенности перед матчем с Молдовой. Все готовы принять участие в матче на сегодняшний день, чтобы дальше посмотрим. Поэтому все тренируются. Клинически значимых проблем мы не видим. Спасибо за ответы и удачи. И поменьше работы до конца сбора. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!